Здравствуйте! Восьмой класс, очередной урок химии, и мы его проведем по теме классификация неорганических соединений или веществ. Я предлагаю вам провести этот урок в плане обобщения. Многие уроки вы уже посвятили изучению оксидов, оснований, кислот и солей. А сегодня я предлагаю все эти темы привести в некую единую систему. Кто-то повторит, а кто-то выучит то, что не доучил. Итак, химия, наука о веществах. Что такое вещества? Какие они бывают? Как их можно классифицировать? Как составлять формулы и давать им названия? Давайте все это вспомним. Во-первых, мы говорим, что вещества бывают простые и бывают сложные. К простым веществам можно отнести металлы и неметаллы, которые тоже для вас хорошо знакомы. Сложные вещества – наиболее разнообразная группировка веществ. Тут и бинарные, и гидроксиды, соли. А гидроксиды мы можем разделить на основания, амфотерные гидроксиды и кислоты. Сегодня предлагаю вам больше внимания уделить сложным веществам. Итак, оксиды. Вы уже знаете, что такое, но все-таки повторим, что это за вещества. Оксиды, вспоминаем, это бинарные соединения, то есть состоящие из двух химических элементов, и одним из которых обязательно должен быть кислород. Нам очень хорошо знакома самое распространенное вещество на этой планете – вода. Оксид водорода. Кварц, горный хрусталь, красивые друзы, которого вы видели, я не сомневаюсь. Минеральная вода, пузырьки углекислого газа, кристаллы аметиста или, наверное, завораживает оксид циркония своим блеском – это все оксиды. Какие они бывают? Оксиды, вы помните, мы делим изначально на две большие группы. Это несолеобразующие, затем солеобразующие. Ну, ребята, с несолеобразующими намного проще, их небольшое количество, и даже запомнив эти четыре формулы, вы всегда сможете их узнать. Оксид углерода-2, оксид кремния двухвалентного, азота 1- и двухвалентного, оксиды являются не солеобразующими. Их название говорит само за себя. Ни солей, ни кислот они не образуют. В противовес – большая группировка солеобразующих оксидов. К ним можно отнести основные, амфотерные, кислотные оксиды. Но если амфотерные в дальнейшем вы более подробно будете изучать, конечно, основные оксиды и кислотные, вам уже наиболее знакомы. Итак, давайте повторим, что основные оксиды – это те оксиды, которым соответствуют основания. Например, оксиду кальция основания гидроксид кальция, оксиду меди-2 гидроксид меди-2. Эти оксиды играют роль основных. Ну, немножечко о сложном, скажем, амфотерные оксиды. Это те, которые могут соответствовать и кислотным, и веществам с основным характером. Наиболее часто вы будете встречать в работе пока что, конечно, это оксид цинка и оксид алюминия. Это амфотерные оксиды. Им соответствуют гидроксид цинка и гидроксид алюминия, которые тоже, в свою очередь, являются амфотерными соединениями. И вот эти амфотерные соединения могут играть роль и основных соединений, проявлять основные свойства, так и кислотный характер. Но, конечно, это, ребята, все-таки немножко позже вас будет ожидать при изучении. Ну, а кислотные оксиды вам тоже, я напоминаю, что это те, которым соответствуют кислоты. Или еще мы говорим ангидриды кислот. Оксид серы-6 – это кислотный оксид серной кислоты, или мы скажем ангидрид серной кислоты, не забывайте об этом синониме. Или оксид фосфора-5 – это кислотный оксид, которому соответствует фосфорная кислота. Основания. Следующий класс веществ. И вновь, сначала что это такое, потом какие они бывают. Основания – это сложные вещества, состоящие из металла, и одно или нескольких гидроксогрупп. Все очень просто. И мы помним общую формулу оснований, в которой есть однозначно металл и какое-то количество гидроксогрупп, количество которых зависит от валентности металла. Но как классифицируют основания? Они бывают растворимые или щелочи, и нерастворимые основания. Очень легко ориентироваться по классификации с помощью таблицы растворимости. Но, ребята, там не все металлы указаны, поэтому в помощь всегда приходит таблица Дмитрия Ивановича Менделеева. К щелочам можно отнести основания, если в их составе металл из первой А-подгруппы и второй А-подгруппы, то есть щелочные и щелочноземельные металлы. Главное не забыть, что во второй группе есть первые представители сверху берилли, ниже магний. Эти металлы щелочей не образуют, поэтому только кальций, стронций, барий и радий будут таковыми, то есть теми, кто образует щелочи. Ну а нерастворимые основания, все остальные многочисленные металлы, это будут те металлы, чьи основания нерастворимы. Составлять формулу оснований, конечно, несложно, даже, наверное, легче, чем оксиды, потому что то, сколько, я уже повторяюсь, будет гидроксогрупп, зависит от валентности металла. Натрий OH, кальций OH дважды, я читаю пока формулы, алюминий OH трижды, и сразу видно, что по индексу за гидроксогруппой мы можем соотнести это с валентностью металла. Ну давайте тогда еще уточним номенклатуру, как же все-таки правильно называть эти вещества. Я уже произнесла гидроксид натрия, гидроксид алюминия, гидроксид кальция, и в моих произношениях в названии не было никакой цифры по окончанию фразы. Но вот вспомните, мы говорим гидроксид железа 2, гидроксид железа 3. Почему мы упоминаем некое число? А потому что это для тех элементов, у кого валентность переменная. Ее указать в названии необходимо. Следующий класс сложных веществ – это кислоты. Что это такое и какие они бывают? Конечно, кислоты, которые нам встречаются на уроке, это небольшая группа из всего класса подобных веществ, но тем не менее вспоминаем. Это сложные вещества, состоящие из атомов водорода и кислотного остатка. Что такое кислоты, вспомнили? Как их классифицировать? При классификации кислот, надеюсь, вы с этим встречались, мы берем различные признаки за основу. Например, если мы обратим внимание, что любая кислота содержит атом водорода, все, что кроме – это кислотный остаток. Если учесть количество атомов водорода, мы можем поделить кислоты по основности. В молекуле один атом водорода, значит, такая кислота одноосновная. Два атома водорода – это будет двухосновная кислота. Три атома водорода – кислота трехосновная. Это несложность. И еще раз, основность определяется числом атомов водорода в молекуле кислоты. Если возьмем следующий признак – наличие кислорода. Вы обратили внимание, что кислотные остатки могут быть с содержанием и без содержания кислорода. Поэтому еще проще назвать ту кислоту, где нет кислорода, бескислородной, и те, которые с наличием атомов кислорода, кислород содержащие. Не сложно. Я даже не сомневаюсь. Но вы помните, что можно, изучая различные кислоты по отдельности, классифицировать и по другим признакам – летучие, неустойчивые, растворимые, нерастворимые. То есть на любую формулу кислоты глядя, мы можем оценить ее с разных позиций. Вот у кислот классификация такая разнообразная, по разным признакам. Кислоты – те вещества, в которых можно атом водорода замещать на атомы металлов. И давайте вспомним, что тогда мы заговаривали про образование солей. И вот тут ваша была задача в свое время, изучая кислоты, вспомнить, что у каждого названия есть соответствующая формула. Или, видя формулу кислоты, вы должны дать четко название, какая это кислота. А следующее, для кого-то, возможно, была проблема, вы повторите. Те названия солей, которые образуют та или другая кислота. То, что у соляной хлориды, у сероводородной сульфиды и так далее. Мы учим названия солей, обращая внимание на то, что в основе. Итак, нитраты, нитриты, фосфаты, силикаты, карбонаты. Если вы уже по названиям определяете, какой кислоты это соль, то у вас в дальнейшем совершенно никаких проблем с составлением формул не будет. Вы помните, что и формулы мы составляем только по валентности. Итак, если мы перешли так с вами плавно о том, что соли образуются при замещении водорода на металлы в кислотах, то мы вспомним, что такое соли. Я уже, получается, сказала, но если обобщить, то это те вещества, которые состоят из металла и кислотного остатка. Но было бы все просто, если был бы просто класс солей. Но их, ребята, тоже несколько классов в пределах этой группы. Соли бывают средние, еще их называют нормальные соли, бывают основные и бывают кислые. Очень хорошо по формуле, но вам, наверное, наиболее часто встречались в работе средние соли. Вы видите только металл и только кислотный остаток. А вот в этом примере я специально вам показываю наличие гидроксогруппы. Значит, был гидроксид железа-2. Реагировал он с кислотой, но не хватило хлора кислотного остатка, соляной кислоты, чтобы заместить все гидроксогруппы. И одна из двух осталась. Это образовалась основная соль. Точно так же и поступала кислота в недостатке, которая была, и реагировала с гидроксидом меди. Неполное замещение гидроксогруппы, извините, на кислотные остатки. Ну а вот кислые соли тоже можно догадаться, когда образуются. Если взять угольную кислоту и добавлять калий, и в недостатке будут атомы калия, то они будут не полностью замещать весь водород. Была формула H2CO3. Один водород замещен, второй не успел. Образуются таким образом кислые соли. Ну и тогда название подобных солей мы тоже даем, сначала оценивая формулу. Ну первые мы с вами только что по табличке вспомнили хлориды, сульфаты, хлорид, калия, сульфат, меди. И вновь почему звучит цифра 2, потому что медь бывает одно и двух валентно, а в этой формуле валентность меди 2. Поэтому мы указываем название. А вот в случае с образованием кислой соли, вы на формулу, посмотрев, определяете наличие атомов водорода и начинаете давать название с этого слова. Гидрокарбонат калия. Гидросульфат натрия. Такая же позиция у основных солей. Сначала надо указать наличие незамещенной у H-группы, то есть гидроксогруппы. И вы говорите, гидроксохлорид железа 2, гидроксонитрат меди 2. Вот так осуществляется номенклатура средних кислых и основных солей, что очень важно. И потом мы можем понимать, что и кислые, и основные соли можно превращать в средние. Если вы догадаетесь, продолжить замещение водорода на металл, образуется средняя соль. Или продолжить замещение гидроксогруппы на кислотный остаток, и тоже будет образовываться средняя соль. Вспомнили, что такое оксиды, основания кислоты и соли. Вспомнили, какие классы для них характерны. И параллельно в разговоре мы с вами вспомнили номенклатуру, то есть правила дачи названий веществам, относящихся к этим классам. Ну и тогда я вам предлагаю поработать самостоятельно и весь предложенный список веществ классифицировать. Вот я предложила на оксиды основания кислоты и соли, а можно еще внутри класса определить кислотные основные оксиды, растворимые и нерастворимые основания, различные соли в том числе. Но тут, правда, еще содержатся не только сложные вещества, о которых мы сегодня в основном-то и разговаривали, а еще и простые вещества. Тоже можно определить простое вещество и вспомнить и отнести его к чему? К металлу или не металлу. Почему для вас очень важно, ребята, уметь писать формулы всех этих соединений, уметь их называть и уметь их классифицировать? Потому что в дальнейшем, после этого умения, у вас наступит изучение химических свойств. И вот там человек, который ориентируется в классификации веществ, прекрасно будет справляться с изучением химических свойств, потому что только так, зная, что это за класс вещества, вы сможете определять, какие у него химические свойства и составлять соответствующие уравнения реакции. Я не сомневаюсь, что это вы уже освоили. Поработайте, повторите еще дома, и у вас все при всем получится. Я вам желаю удачи. На этом урок закончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok